Добрый день! Комсомольская правда за эту инициативу и за приглашение. Могу назвать вам огромное количество привлекательностей и достопримечательностей в Уругвайе, но это получится как слон в посудной лавке, о котором говорила Татьяна Монтавидео. Более чем 10 тысяч километров, более 14 тысяч километров. Конечно, прямой рейс Москва-Монтавидео пока невозможен, но даже прямой рейс до Бразилии, который мог бы прекрасную коннекшн, стыковку сделать до Монтавидео или от Аргентины, к сожалению, даже сложно думать, пока. О подобных прямых перелетах. Мы хотели бы принимать российских друзей в нашем родном Уругвае. Но важно, что Уругвай, как большинство в Америке не требует визы для въезда от россиян. И это, конечно, важный момент. Но есть важнейший момент авиасообщения. И я думаю, что нам надо совместно как-то работать всем нашим странам, страны южноамериканского конуса и Латинской Америки. В целом, мы должны развивать какие-то договоренности с авиакомпаниями для того, чтобы было привлекательно открывать эти новые маршруты. Что необходимо для того, чтобы туризм из России добрался до нашего региона. Но, как бы то ни было, я постараюсь быть краток и оставить время для дискуссии. У нас лейтмотив в сфере туризма. И это бренд странный Уругвай, природный, натуральный. И это действительно подчеркивает важность устойчивого туризма для Уругвая и для устойчивого развития. Так что я помимо пляжей, благодарю вас за упоминание наших пляжей, Сергей, действительно, это продолжение великолепных пляжей Бразилии. Надо думать совместно, я думаю, о бразильско-уругвайских пляжах, таких, да, бесконечной полосе пляжей. Мы могли бы продвигать именно в таком духе совместное продвижение стран тоже очень важно. Что касается устойчивого туризма в Уругвайе, это, прежде всего, сельский туризм, туризм пребывания в сельской местности, в контакте с природой, возможности наслаждаться нашими прериями, наблюдать развитие нашего животноводства, в сопровождении прекрасного жаленого мяса с вином Таннат уругвайского производства. И очень важным было развитие в туризме, это энотуризм, винный туризм. Мой дорогой друг Леонид Преперс знает, о чем я говорю, уругвая привилегия и честь Пунта-де-Леста. Например, в марте этого года будет проводиться первый саммит по энотуризму, половинному туризму. И это в Уругвайе будет происходить. Мы знаем, что приедут бизнесмены, представители России. Это прекрасная возможность для того, чтобы поработать над этими вопросами, над договоренностями в этой сфере. И в заключение хотел бы упомянуть, что Министерство по туризму Уругвай, Министерство по природно-охранной деятельности, несколько лет назад запустило проект бренда зеленого туризма. Это знак отличия, которым будут награждаться, отмечаться все туристические компании и иные компании в сфере услуг для туризма, которые работают для устойчивого развития туризма. Прежде всего, это туристическая устойчивость, природоохранная устойчивость. И социальная устойчивость. Мы придаем особое значение всему, что касается туризму местному. То есть мы хотели бы рассказать о природных и культурных объектах, которые мы можем предложить в рамках местных сообществ в социальном плане. И мы, конечно, делаем важную ставку на мероприятия, с содействующей борьбой с изменением климатом и борьбой с потеплением. И это важные моменты, о которых я сказал, важны для нас. И в заключении еще две цифры. По сути, даже это одна важная цифра. Используя слова моего коллеги Алехандро Уругвай, принимает как раз, как одна из немногих стран, большее количество туристов, чем численность населения. 6 миллионов туристов – это практически в два раза больше, чем население Уругвая. И туриндустрия – вторая по значимости в нашей стране после скотоводства. Можете представить себе рост туротрасли и вклад этой отрасли в ВВП страны. Вот, в принципе, что я хотел сказать. Наше посольство открыто для сотрудничества. И мы приветствуем прекрасную инициативу при содействии НКССЛА. И пока не будет самолетов, не будет туристов. И то же самое для туризма латиноамериканского в Россию. Есть огромный интерес уругвайцев к России. Я считаю, что наивысшей точкой был чемпионат мира 2018 года в России по футболу. Но мы должны думать о региональной перспективе. Один уругвай или одна Аргентина не может поднять. Это даже Бразилия. Но если мы объединимся в Латинской Америке, мы преодолеем эту ахиллесу, прикроем ее как бы. Спасибо. Спасибо, господин посол.